Накануне игроки Рускона вернулись с выездного тура финального этапа межрегиональных соревнований по баскетболу. Поездка получилась непростой. За неделю саранские баскетболисты успели побывать в Сургуте и Нижнем Тагиле. Провели четыре матча, в трёх из которых уступили, и в одном одержали победу. Поэтому команде была необходима физическая и психологическая перезагрузка, которая обеспечила тренировка по кроссфиту. Русконовцы регулярно занимаются в клубе «Интервал» под руководством тренера Владимира Баранова и значительно подтянули свои физические кондиции именно благодаря его методике тренировок. Физика, я бы сказал, нам больше важна, чем техника, потому что наша лига подразумевает то, что это либо бывшие спортсмены, либо молодые спортсмены. По технике, по сути, технику можно развить индивидуально, а вот именно командные действия, то, как команда играет, всё зависит именно от физики. То есть это скорость. Сможешь ты навязать скорость своей игры в противнику или нет? Стараемся как можно чаще, потому что мы тоже психологически устаем, если постоянно мы работаем с лечом. Но раз в неделю где-то мы работаем либо в манеже, либо в фитнес-клубе с железом. Соперниками «Рускона» по финальному этапу межрегиональных соревнований стали клубы Сургута, Нижнего Тагила и Самарской области. С «Космосом» с шор номер один из Самарской области кондитеры уже встречались на групповом этапе, поэтому в финале осталось помериться силами с двумя командами. Выездной тур в итоге занял целую неделю. Сначала руссконовцы отправились в Сургут, где сыграли две встречи с местным клубом «Университет Югра-2». Итог – два поражения со счётом 70-84 и 81-88. Впрочем, эта разница в очках не столь велика, и дома есть шанс отыграться. В Сургуте, к сожалению, мы не смогли выиграть, обе игры проиграли. Но на то есть объективные причины, и мы устали очень с дороги, сразу после дороги играли. И всё-таки команда там очень сильная, в ней задействованы игроки Суперлиги первой, тяжело будет с ними бороться. После тура в Сургуте саранские баскетболисты целые сутки добирались до Нижнего Тагила. Там с местным одноимённым клубом удалось поделить очки. Первая встреча осталась за «Русконом» – 83-81. А вот вторую встречу проиграли с аналогичной разницей в два очка – 77-79. Мы ввели два очка, по ходу всей встречи там качели были. Мы ввели два очка, и за две секунды до конца пришлось ввалить, вынужденный фолл был. И судья выписал такой очень спорный технический. В итоге команда противников уже за оставшиеся две секунды пробила пять штрафных и вышли вперёд. Как бы такая домашняя победа, мы её даже за проигрыш свой не считаем. Несмотря на три поражения, руссконовцы по-прежнему сохраняют шансы на чемпионство в турнире. Для этого нужно выигрывать домашние матчи, которые пройдут уже на следующей неделе. 18-19 апреля в Химашевском фоке «Рускон» сыграет с БК «Нижний Тагил». Начало встреч запланировано на 19 и 20 часов. А 25 и 26 апреля в Саранск приедет главный соперник к борьбе за медали – «Университет Югра-2» из Сургута. Эти игры пройдут в спортивном комплексе «Мордовия». Анастасия Мишкина, Алексей Дёмин. Наши новости.